Пожар в лесу, в Рязани проходит учение МЧС. Дышать полной грудью не получится. Производство выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. И желтые мусорные баки. Рязанцы поддерживают идею о раздельном сборе мусора. Во всех регионах России стартовали крупномасштабные учения МЧС. Спасатели отрабатывают действия по борьбе с природными пожарами и паводками во всех регионах страны. Рязань не стала исключением. Сегодня сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар под городом. Анна Герцовская продолжит. По сценарию пожар произошел вблизи населенного пункта. Задействованные силы должны были ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня. Например, такая водная завеса в реальности располагается перед населенным пунктом, чтобы на него не перекинулся огонь. Для отработки третьего этапа всероссийских учений было привлечено несколько структур. Была создана группировка сил и средств не только главного управления МЧС России по Рязанской области, но и всей Рязанской области РСЧС. Включает в себя аэромобильную группировку главного управления, два вертолета Министерства обороны и военно-транспортной авиации для разведки и переброски оперативных групп в район пожара. Были созданы также группировка Министерства ТЭК и ЖКХ, которые включают в себя поливомоечные машины, а также подвижные электростанции для своевременного подключения к электричеству угрожаемых деревень. Вопросы по тушению пожаров были отработаны во всех районах нашего региона. В активной фазе в целом было задействовано около тысячи единиц техники по всей области и 7 тысяч человек. Учения возле Орехового озера прошли организованно. Предполагаемый пожар был потушен быстро. Условный пожар локализован, проводится проливка и дотушение отдельных очагов. Этот день для участников учения начался с установки передвижного пункта управления. Это помещение получается в результате трансформации специально оборудованного грузовика. Внутри просторно, удобно, много места. Кроме того, здесь расположилась аэромобильная группировка, а также пункт, обеспечивающий деятельность этой самой группировки. Он включает в себя палатки с обогревом, оборудованные в столовые, спальни и раздевалки. Все вышеперечисленное разворачивается по нормативам в течение трех часов. В реальности пункт, обеспечивающий деятельность спасателей, может существовать бесконечно. В него нужно только довозить еду и бензин для генераторов. Также сегодня отработаны были вопросы Распотребнадзора, который в свою очередь выставил, вы наблюдали здесь, лабораторию, которая производила замеры воздуха по превышению допустимых норм. Все силы и средства в целом продолжают свою работу. Одним из основных является эта подача огнетушащих средств воды из водоисточников. Для этой цели также прокладываются трубопроводы, которые имеются у нас на вооружении. И с помощью трубопроводов, у нас их до двух километров, будет подана вода в случае угрозы возникновения лесных пожаров. В процессе учений также было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были определены основные задачи всем министерствам и службам Рязанской области по минимизации пожаров и потерь от них. Итоги всех трех этапов всероссийских учений были подведены сегодня в 17.00. Еще один пожар, но уже настоящий, сегодня утром произошел на улице Чкалова. Горели складские помещения. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Утром в соцсетях появилась информация о том, что из-за пожара перекрыли дорогу. Пользователи сети также отметили, что горит база, на которой находится автосервис и склады. В тушении было задействовано 5 пожарных автостен и 1 пожарная автолестница. Для подачи воды вместо пожара использовался гидрант, была проложена магистральная линия. В 5 часов 20 минут пожар был ликвидирован. Больше других о загрязнении воздуха в областном центре страдают жители Дашковой песочни. К такому выводу пришли специалисты Рязанской природоохранной прокуратуры. Проверки производства, выбрасывающих атмосферу загрязняющие вещества, прошли на предприятиях южного и восточного промозлов города. Всего было проверено более 50 организаций и практически в каждые выявились нарушения. Допускается выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешений на выброс, без установленных нормативов. Это связано чаще всего с тем, что предприятие вводит дополнительные линии, дополнительные установки, деятельность которых связана с дополнительным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако эти установки не заявляются, не нормируются, не устанавливается то количество загрязняющих веществ, которые предприятие может с этих установок выбрасывать. Чаще всего лабораторные исследования выявляют в выбросах рязанских предприятий превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду, диоксиду, азоту, бензопирену и фенолу. Небольшим поводом для оптимизма служит лишь тот факт, что с 2013 года ухудшение качества атмосферного воздуха в областном центре не отмечается. В экологическом законодательстве презумпция экологической опасности – это один из основных принципов экологического законодательства. И организация, которая оказывает негативные воздействия на окружающую среду, в том числе атмосферный воздух, должна подтверждать, что она не оказывает негативного воздействия в сферах того, что разрешено и что не влияет негативно на жизнь и здоровье людей. У Рязани появился шанс стать городом европейского уровня. Горожане уже заметили, что в их дворах появляются необычные мусорные контейнеры желтого цвета. Пока не все понимают их назначение, а между тем яркие баки установили с целью раздельного сбора мусора. Многие рязанцы с выдушевлением восприняли идею о цивилизованном обороте отходов и их сортировке. Среди них и моя коллега Анна Герцовская. Раздельный сбор мусора в Рязани реализуется несколькими способами. Один из них – это установка желтых контейнеров рядом с обычными мусорными баками. Именно в них горожане могут выбрасывать бумагу, металл, пластик и небитое стекло. А серые или зеленые контейнеры предназначены для бытовых отходов, которые подвержены процессу гниения. Там происходит сортировка для дальнейшей переработки отходов. В случае с обычным вывозом мусора из полученной в результате пересовки каши практически нельзя извлечь ничего полезного – максимум 3%. В том случае, если мусор отсортирован заранее, польза составит 60%. У нас же есть пример в экологическом рязанском альянсе, когда на улице Горького один из наших волонтеров поставил контейнер самостоятельно в своем дворе, согласовав. И там никакой информационной информации среди населения не проводилось. Но после первой выгрузки было ясно, что там население абсолютно готово. Только бумага и только пластик был в контейнере. Все. Не надо думать, как бы все настраиваются на плохое население, которое не сортирует и никогда не будет сортировать. Но большинство населения, 75%, готово сортировать отходы. Тем более мы предлагаем самую мягкую систему отходов в сортировке. Чтобы удостовериться в вышесказанном, мы спросили у самих рязанцев. Будут ли они сортировать мусор для того, чтобы выкидывать его в желтые контейнеры? Да, конечно. Для меня это не проблема. Какая разница дома? Несколько мешков сюда, это сложилось сюда. Я отнес, так что без проблем. Муж сортирует, всегда мусором занимается. Так что, если я ему скажу, он будет, он у меня очень пунктуальный человек. Допустим, пластик можно переработать отдельно, бумага можно переработать отдельно. Не кидать все вместе, ведь все по отдельности можно переработать. Надо с молодежью разговаривать. Мы-то, конечно, всегда поддержим молодежь, потому что они везде разбрасывают, идут бутылки и все и прочее, короче говоря. Так что нет ничего проще, чем организовать дома два пакета для мусора и выносить отсортированные отходы в желтый бак, а оставшийся мусор класть в соседний. Однако не во всех районах города пока есть такая возможность. 16 контейнерных площадок сейчас оборудовано в районе гор Рощи. Еще столько же будет оборудовано в ближайшие дни. Для других районов города открыта еще одна возможность. Каждую субботу представители экологического Рязанского альянса проводят раздельный сбор мусора с 10 утра до 12 дня в различных точках Рязани. Уточнить информацию можно на сайте организации. Напомним, что в этом случае и в случае с желтыми баками битое стекло лучше не сдавать, поскольку сортировку производят обычные люди своими руками, так что они могут пораниться. Также в переработку не могут идти использованные памперсы. И напоследок стоит сказать, что сортировка – это уменьшение общего количества мусора и улучшение экологической ситуации. В Рязани продолжается дорожно-ремонтная кампания. Планируют отремонтировать 32 участка дорог областного центра общей протяженностью 47 километров. Подрядчики приступили к работам на трех улицах – Бирюзово, Лесопарково и проезде Речников. Еще на шести объектах идут подготовительные работы. Это улица Трудовая, Разино, Чкалово, Заковольтный и Старообрядческий проезд. Ремонт одного участка занимает в среднем от двух до четырех недель и подразумевает замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, а в отдельных случаях – ремонт тротуаров и замену бордюров. Дорожно-ремонтная кампания продлится до октября. Весной традиционно в городе сажают и деревья. Сегодня в таком мероприятии приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Продолжит Наталья Новикова. Посадка деревьев – древнейшая традиция. Не случайно говорят, что каждый человек должен посадить в своей жизни хотя бы одно дерево. Издавна люди замечали тесную связь между человеком и деревом. Это нашло отражение в мифах, сказках и легендах. Деревья наделены уникальными свойствами. Дерево жизни – это проект по посадке деревьев, лиственных пород и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в сквере Дворца молодежи таким детям устроили настоящий весенний праздник, с которым присутствующих поздравила и заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Дорогие друзья, пусть сегодня здесь эта аллея жизни, добра и любви, как рождение ребенка, будет одним из самых великолепных праздников вашей жизни. И у каждого ребенка вместе с родителем здесь будет свое дерево, где будет приходить его, разговаривать с ним, и чтобы она росла и процветала. С праздником, дорогие друзья! Сказочные персонажи, солнечная погода, море улыбок на детских лицах, радость в глазах и, конечно, деревья, которые совсем маленькие детишки сажали вместе со своими родителями. Почему решили поучаствовать в мероприятии? Почему? Потому что я захотела. А тебе нравится вот сажать деревья? Да. Будем вспоминать. Почему решили в мероприятии поучаствовать в этом? Интересно. Ребенку, первое, очень интересно. Тебе нравится сажать деревья? Ну, да. А как думаешь, нашему городу нужно больше деревьев? Да. А вот ты сейчас доволен тем, что ты сделал? Да. Хочется, чтобы город свел. Ну как, получается? Получается? Тихонько тут кирпичей много внизу. Ага. Не знаю. Вот скажи, тебе нравится сажать деревья? Да. А как ты думаешь, нужно, чтобы их в нашем городе больше было? Да. Ну вот ты довольна сегодня тем, что ты делаешь? Да. Наши дети, они столько пережили в борьбе за жизнь. И дерево, оно тоже живое, оно растет, вместе с ними будет расти. Несомненно, сегодня в нашем городе стало больше не только деревьев, но и счастливых моментов, равно как и надежда на то, что вместе с вековыми кленами и каштанами, сажавшие их дети, вырастут такими же сильными и здоровыми. Сейчас мы надолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Вся правда под землей. Археологи продолжают бить тревогу. Рязанский художник представляет свои работы в Сирии. И газета «Прекская правда» отмечает вековой юбилей. В эфире программа «День города» и мы продолжаем этот выпуск. В Рязани за строительство нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника уничтожают археологический объект. Уникальный культурно-исторический слой, по мнению археологов, оказался под угрозой исчезновения. Ученые бьют тревогу. В проблеме продолжил разбираться Валерий Седов. Не секрет, что наша история пишется до сих пор. Археологи всего мира по-прежнему продолжают находить в земле остатки древних цивилизаций. С каждой находкой мы все больше узнаем о себе и о своем прошлом. Учитывая крайнюю скудность письменных источников по истории Переславля-Рязанского, именно находки, сделанные в ходе археологических исследований, могут нести в себе важную историческую информацию. Одной из наиболее интересных находок являлся оборонительный ров Острога, крепости Переславля-Рязанского, который сооружен в начале 17-го столетия. Отдельные находки предмета материальной культуры касались предметов импорта. К примеру, фрагмента сирийского кубка с очень интересной росписью заморфной. Отдельные предметы вооружения, предметы быта средневекового Переславля-Рязанского. Все это было найдено при археологических исследованиях вот как раз на той территории, перед которой мы с вами находимся. 12 апреля к строящемуся зданию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника подводили необходимые коммуникации, углубленные в грунт. Именно этой траншеей, по мнению специалистов, был уничтожен археологический культурный слой 12-19 веков. Согласно федеральному закону номер 73 ФЗ, перед земляными работами в границах объекта археологического исследования проводится историко-культурная экспертиза. После этого принимаются необходимые меры по сохранению участка, который может быть поврежден или уничтожен. Перед строительством здания музея такая экспертиза проводилась. Со слов археолога Василия Конова, траншея же была положена без необходимых согласований. Вы представляете, что с 12-го до 19-го века эти напластования накапливались и сохранялись, и мы в один день этот комплекс источников просто-напросто утратили. Совершенно. И навсегда. Наша телекомпания отправила запрос в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. И на днях нам пришел ответ. В нем говорится, что в акте Государственной историко-культурной экспертизы от 20 апреля 2016 года подготовленным аттестованным экспертом Зеленцовой Ольгой Викторовной указанный участок земли описывается как сформированный поздними остатками и техногенами напластованиями 20-го века. Так или иначе, правда теперь скрыта в земле. Работу рязанского художника можно увидеть на одной из авиабаз в Сирии. Экспозицию под названием «С любовью к родине» представил автор Владимир Янаки. Как говорит художник, его волнует тема защиты рубежей нашей страны. Именно поэтому он решил сделать выставку своих произведений для российских солдат и офицеров. Владимир Янаки родился в семье военнослужащих. Его дедушка, капитан второго ранга всю Великую Отечественную войну, прослужил на Северном флоте. Отец, полковник ВДВ, принимал участие в миротворческой операции в Косово. Так что, когда Министерство обороны предложило Владимиру организовать персональную выставку его работ на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, он, конечно же, согласился. Экспозицию под названием «С любовью к родине» автор представил военнослужащим российской авиабазы 16 апреля, в день Православной Пасхи. На выставке российские и сирийские военные смогли увидеть 23 картины, созданные Владимиром Янаки за последние 12 лет. По большей части это пейзажи и жанровые композиции, на которых изображена не только Рязанщина, но и природа Северной Карелии и Кольского полуострова. Однако главной целью этой выставки стало не знакомство с красотами природы, а поддержание морально-патриотического духа солдат и офицеров, несущих службу вдали от родины. Это была самая главная задача и самая важная для меня. И все-таки, я считаю, это именно на 100% сработало, потому что военнослужащие после открытия выставки ко мне подходили, и младшие, и старшие офицеры. И мне это было очень приятно. Они говорили, что работы им очень понравились, что действительно это тронуло их душу. И практически эти работы тронули душу каждого военнослужащего, который находится на переднем краю борьбы с международным терроризмом в Сирии. Экспозиция расположилась в культурно-досуговом центре отдыха для военнослужащих. В этом же центре обычно выступают приезжающие сюда артисты и музыканты. Абсолютно все эти мероприятия важны для российских военных, ведь именно они позволяют передохнуть и вспомнить о доме. Экспозиция с любовью к родине рязанского художника закончит свою работу 29 мая. Так что Владимиру предстоит еще одна поездка в Сирию для вывоза работ. Может быть получится немножко расширить географию своих поездок по Сирии. Может быть, если получится, будет возможность также съездить и в Пальмиру, и в другие города с набросками, с зарисовками, для того, чтобы потом по этому материалу сделать уже какие-то большие масштабные работы здесь у себя в студии в Рязани. Несмотря на то, что Владимир – художник Рязанский, его работы уже давно широко известны во всей России, теперь же с ними знакомы и далеко за ее пределами. Выставка Владимира Янаки стала первой персональной выставкой, прошедшей на российской авиабазе в Сирии. Благодарный за эту экспозицию художнику выросил командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Вчера в России отметили День поиска смысла жизни. Его искали даже приверженцы точных наук. Так студенты Рязанского политехнического института организовали тематический флешмоб. Неважно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях. Наверняка каждый из нас задумывался над таким философским вопросом, как поиск смысла жизни. Он продолжает мучить и будоражить умы ученых, философов, поэтов и писателей. День поиска смысла жизни отмечается ежегодно 20 апреля. И вчера Политехнический институт решил помочь найти ответ на этот вопрос флешмобом. Зрители собрались заранее и с нетерпением ждали начала. Для детей рядом с концертной площадкой бесплатно работал аквагрим. А на сцене выступил вокальный ансамбль «Камертон» с тематической песней. Творческим коллективом Политехнического института искать смысл жизни помогала и подшефная «Седьмая школа». С национальными танцами выступил коллектив «Идиллия». От обилия творческих номеров зрители были в восторге. Аплодисменты утихли только с выходом на сцену директора института. Хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался о смысле жизни, не только когда уже возрослел. Ведь синоним старость – это как раз мудрость. А, наверное, задумываться надо, когда ты учишься в школе, то есть выбрать себе профессию, выбрать правильный вуз. Задумываться в вузе, как получить хорошую профессию, чтобы ты был востребован. И в конце концов надо жить так, чтобы было не стыдно за бесцельно прожитые годы. Дети приняли участие в конкурсах. Они бегали на перегонки, жонглировали шарами, изображали различных животных и даже поиграли в лимбо. Все участники получили сладкие подарки. После конкурсов концерт продолжился. На сцену вышел необычный гость – Барт, который сам пожелал принять участие во флэшмобе. К тому же творческим людям не понаслышке известно, в чем смысл жизни. Таким флэшмобом Политехнический институт хотел выразить простую мысль. Каждый человек после себя должен оставить что-то хорошее и светлое. Мы как педагоги, мы должны подготовить и воспитать достойных сегодняшних студентов, которые впоследствии будут руководителями, будут и родителями. Я всегда хочу всем пожелать, чтобы каждый оставлял всегда добрый след, доброе дело, побольше добрых дел. Был просто настоящим человеком, патриотом своей страны, своей родины. И тогда у нас страна будет лучше, и Рязань, и Рязанская область будет лучше, и краше. Поэтому делайте больше добрых дел, больше позитива, больше оптимизма, и все у нас получится. После зажигательных танцев и лирических песен зрители остались в приподнятом настроении. Все расходились по домам с мыслью, которая была девизом флэшмоба. Живи интересно и будь впереди. Такой в своей жизни смысл найди. Не за горами чемпионат мира по футболу. Болельщики сейчас в предвкушении самого ожидаемого события в футбольном мире. Наталья Новикова пообщалась с руководителем Рязанского клуба болельщиков. Хлеба и зрелища требовали древние римляне, чтобы обеспечить себе интересный досуг. В наше время одним из самых распространенных зрелищ стала игра в футбол, объединившая миллионы болельщиков по всему миру. Футбольные болельщики являются неотъемлемой частью футбола. Практически каждый футбольный менеджер, тренер или футболист скажет, что футбольные матчи организовываются в первую очередь для своих болельщиков. Ни для кого не секрет, что в наши дни футбол стал трансформироваться из спорта в бизнес. Футболистов продают и покупают за огромные суммы. Матчи превращаются в красивое шоу. И единственный, кто остается принципиальным в вопросе спортивной игры – это футбольный болельщик. Для него главное, чтобы две команды, выходящие на поле, выявляли сильнейшего в равной и честной борьбе. Ну и, конечно, уже давно существуют клубы футбольных болельщиков. Есть такой и в нашем городе. И тем не менее, очень часто футбольных фанатов считают основными организаторами и зачинщиками около футбольных беспорядков. Массовых драк и погромов – нарушителями общественного порядка на стадионах и в местах скопления болельщиков. Как до, так и после проведения футбольных поединков. Считается, что на стадионе люди выплескивают избыток энергии, сопереживая своей команде криками, погромами после матча, разборками с чужими фанатами. На самом деле это далеко не так. И несмотря на то, что бывает, конечно, всякое, настоящие люди всегда остаются людьми. У нас фанаты недавно сдавали, ну, не будем говорить, как у клуба, сдавали недавно кровь. На сданную кровь там выдают деньги, ну, высококалорийный обед. Они на эти деньги собрали, купили спорт, инвентарь, школа-интернат, вот у нас есть на новый. И потом хотят отвезти этих детей в Москву на футбол. Показать детишкам, а дети – это не просто школа-интернат, а это дети от следующего развития. Впереди самое яркое футбольное событие – чемпионат мира 2018 года. Болельщики в ожидании и предвкушении. А наш город, благодаря близкому расположению к Москве, совсем скоро будет принимать самых ярых любителей этого вида спорта. Дмитрий Горбачев уверен, что болельщики сегодня абсолютно цивилизованные граждане, и родной город может спать спокойно. И беспорядки абсолютно исключены. Я это абсолютно исключаю, потому что в России, я думаю, не из ультрас и агрессивных фанатов никто сюда не приедет. Кстати, теперь на футбольный матч попасться не так уж и просто. Если раньше достаточно было просто купить билет, то теперь каждый любитель этого массового спорта должен будет стать обладателем паспорта болельщика чемпионата мира 2018. Это ноу-хау российской заявки. Такие меры безопасности не использовала еще ни одна страна при проведении чемпионатов мира и Европы по футболу. В апреле этого года исполняется 100 лет главному печатному органу рязанских коммунистов – газете «Прекская правда». По этому случаю областной комитет КПРФ провел торжественный вечер, посвященный юбилейному событию. В нем приняли участие сторонники партии и постоянные читатели. Открыл мероприятие лидер рязанского отделения партии Владимир Федоткин. Первый номер газеты «Прекская правда» вышел 23 апреля 1917 года. Это большой временной отрезок для печатного издания, охватывающий жизнь нескольких поколений. При советской власти это была газета, правящая партией. Сейчас главные оппозиционные издания нашей области, отметили выступающие. Дорогие товарищи, накануне 22 апреля, дня рождения Ленина, исполняется 100 лет нашей газете «Прекская правда». Она всегда стояла на защите интересов простого человека. Я желаю, я уверен, что такой она останется и дальше. С праздникова, дорогие товарищи! На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok